Книга 130, часть 2. Терапия настроения. Автор Дэвид Бернс. Глава 5. Как справиться с бездельем. Вы можете изменить самочувствие, поменяв образ действия. В депрессивном состоянии вы просто откладываете ненавистные повседневные дела на потом и прокрастинируете. Если у вас нет мотивации к действию, то практически любое занятие кажется таким сложным, что вас охватывает стремление лечь и ничего не делать. Из-за того, что сделать удается немного, вы чувствуете себя еще хуже. И это может продолжаться неделями, месяцами и даже годами. В депрессии наступает улучшение, если пациенты сами хотят себе помочь. Причем вешать на себя ярлык лентяй бесполезно и непродуктивно. Это создает ложное впечатление о самом себе. Иногда даже не так важно, что именно вы делаете. Главное начать делать хоть что-то. Обычно в голове у человека, страдающего депрессией, происходит следующий круг мыслей. Таким образом, вы попадаете в порочный круг. Как видно, ваши мысли, чувства и поведение влияют друг на друга. Все эмоции и действия – это результат мыслей и установок. Таким образом, меняя образ мышления, вы почувствуете желание что-либо делать. Ничего не делая, вы тонете в потоке негативных и деструктивных мыслей. Прежде чем продолжить дальше, небольшая рекламка. Как тратить на рекламу меньше, а зарабатывать при этом больше? Узнай эффективность каждого потраченного на рекламу рубля. Это поможет тебе грамотно управлять бюджетом, отключать рекламу, которая не приносит обращений и перераспределять бюджет на более эффективные и дешевые источники привлечения клиентов. Все это позволит получать больше заявок по меньшей стоимости, а значит зарабатывать больше. Узнать всю информацию о воронке продаж и ее стоимости в едином окне вам поможет платформа аналитики CoMagic. Вы получите полную аналитику от рекламы до продажи. CoMagic свяжет все обращения с источниками и соберет статистику. Какой рекламный канал привлекает трафика клиентов, а какой сливает бюджет. Оценка точная, вплоть до конкретного объявления и ключевого слова. Также вы получите данные о сессии. Платформа запишет телефонный звонок и отследит действия посетителя на сайте. И это далеко не все. Переходи по ссылке в описании и получи месяц максимального функционала бесплатно. Ощути полный спектр возможностей с CoMagic. Многим сложно сделать первый шаг, поэтому есть несколько методов, которые помогут вам справиться с прокрастинацией. Во-первых, расписание дня. Оно может помочь вашей самоорганизации в борьбе против оцепенения и апатии и может выглядеть следующим образом. В колонке до записывайте почасовой план того, что вы хотите сделать за день, одним словом, даже если вы сможете реализовать лишь небольшую часть задуманного. В конце дня заполните колонку после. То есть запишите, что вы действительно делали в течение дня. Также пометьте сложность каждого сделанного дела и какие дела принесли вам удовольствие. Это остановит вашу склонность бесконечно обдумывать ценность различных занятий и вести с собой контрпродуктивные споры о том, стоит ли что-то делать. А в конце дня, увидев все сделанные дела, вы получите удовлетворение от проделанной работы. Затем запишите график на следующий день. Во-вторых, листок антипрокрастинации. Он может выглядеть следующим образом. В этом примере показано, как профессор колледжа откладывал составление письма с просьбой рассмотреть его кандидатуру для новой преподавательской вакансии. Сперва он предполагал, что написание этого письма окажется трудным и безрадостным, но в итоге это оказалось просто и интересно. В-третьих, дневник записи автоматических мыслей. О нем мы уже говорили ранее. Просто запишите мысли, которые проносятся в голове, когда вы думаете о какой-то конкретной задаче. Затем запишите подходящий рациональный ответ, который покажет, что эти мысли нереалистичны. Это может выглядеть следующим образом. В-четвертых, листок предполагаемого удовольствия. Многие думают, что удовольствие можно получить только с кем-то, но не в одиночестве, поэтому даже не начинают делать что-то. В течение нескольких недель планируйте дела, приносящие удовольствие. Делайте какие-то из них самостоятельно, а какие-то в компании. Запишите, с кем вы собираетесь делать каждый из них и предположите, насколько высока будет удовлетворенность от этого занятия. От нуля до ста процентов. Затем выполните запланированное. В колонке «Реальная удовлетворенность» запишите, сколько удовольствия принесло вам это занятие на самом деле. Вы заметите, что некоторые занятия, которые вы делаете в одиночестве, приносят больше удовольствия, чем вы думали. Если же вы действительно не получили никакого удовольствия в одиночестве, то запишите свои негативные мысли и дайте им ответ в дневнике запись автоматических мыслей. В-пятых, никаких «но» или как избавиться от сомнений. Но – это самое большое препятствие на пути к эффективному действию. Вы придумываете оправдание в форме «но». Например, «Я мог бы сегодня выйти на пробежку, но я слишком устал, я не в настроении» и так далее. Поэтому избавьтесь от своего «но». Это может выглядеть следующим образом. В предыдущем примере вы могли бы сказать «Я пробегу сегодня в два раза меньше, чем обычно» или «У меня нет настроения бегать, поэтому я пройду весь этот маршрут». А в процессе вы можете и побежать. В-шестых, научитесь поддерживать себя. Если вы каждый раз убеждаете себя, что ваши действия бессмысленны, вы будете чувствовать, что никогда не делаете ничего стоящего. Следовательно, у вас никогда не будет мотивации. Поэтому отслеживайте негативные мысли и заменяйте их поддерживающими. Например, убравшись в квартире, вы можете сказать себе «Можно было бы прибраться и получше». Осознайте это и замените следующим предложением «У меня отлично получилось, теперь комната выглядит гораздо лучше». Или вместо «Мне просто повезло, что я выступил успешно». Скажите себе «Это была не просто удача, я хорошо подготовился и успешно выступил, я прекрасно справился». Поначалу вы можете не почувствовать никакого эмоционального подъема, но продолжайте практиковаться и через несколько дней вы почувствуете, как настроение улучшается и вы будете больше гордиться тем, что вы делаете. В-седьмых, начните с маленьких шагов и не бойтесь оставлять дела незавершенными. Разделите задачу на небольшие простые для выполнения части. Решите, сколько вы хотите посвятить задачи и сделайте паузу в конце отведенного срока, чтобы сделать что-то более приятное, неважно, закончили вы или нет. Например, если вы домохозяйка и все ваше время занимают дела в доме и вы не можете приступить к выполнению ваших целей, вы можете впасть в депрессию, потому что почувствуете, что ваша жизнь бессмысленна. Поэтому сперва определите, сколько времени в день вы хотите тратить на уборку дома. Вы не должны проводить за этим занятием больше времени, даже если дом будет не в идеальном состоянии, а в остаток дня занимайтесь делами, которые интересны вам. Таким образом, тратя 2-3 часа на работу по дому вместо 6-7, у вас будет время поступить в университет и начать строить собственную карьеру. 8. Техника обезоруживания Мотивация делать что-то может испариться, если ваша семья и друзья привыкли заставлять или упрашивать вас. Их слова «надо» и «должен» наоборот заставляют вас проявлять силу воли и сохранять достоинство, отказываясь делать то, что вас заставляют. Парадокс в том, что в результате вы часто наносите вред самому себе. Когда кто-то упорно настаивает, чтобы вы сделали что-то действительно нужное и полезное для вас, вы оказываетесь в проигрышной ситуации. Если вы отказываетесь делать то, на чем человек настаивает, то ограничиваете себя, только чтобы насолить ему. Если напротив соглашаетесь, то чувствуете себя плохо, потому что поддались на настойчивые уговоры. Вы чувствуете, что вас контролируют и перестаете уважать себя. Например, вы чувствуете себя паршиво. И вот, валяясь на кровати, вы все же решаете, что надо бы чем-то заняться. Но тут в комнату входит мать и говорит вам, чтобы вы прекращали валяться и занялись чем-нибудь. В этот же момент, несмотря на то, что вы сами пришли к этому же решению, у вас возникает к нему невероятное отвращение. Суть техники обезоруживания в том, чтобы согласиться с матерью, но сделать это так, чтобы напомнить ей, что вы соглашаетесь с ней по своему собственному решению, а не потому, что она вас вынудила. Вы можете сказать, да, мам, я сама решила, что мне было бы лучше начать что-то делать. Как видишь, я сама могу принимать решение за себя. В девятых, представьте успех. Составьте список преимуществ, которые вы получите. Так вы будете видеть, к чему вы стремитесь. Если вы будете подгонять себя кнутом, из этого ничего не выйдет. Предположим, что вы хотите бросить курить. Если вы будете пугать себя тем, что заболеете раком, вы потянетесь за очередной сигаретой, чтобы успокоиться. Вам же нужно составить список всех положительных последствий, которыми вы насладитесь, когда бросите курить. Например, здоровье улучшится, вы сможете дольше жить, у вас будет свежее дыхание, появится больше денег на другие расходы и сможете всем говорить, что бросили курить. Каждый вечер, ложась спать, представляете, что вы уже бросили курить. Как ваше здоровье улучшилось и вы занялись пробежкой вдоль пляжа. Как у вас появились дополнительные деньги и вы планируете на них что-то купить. Как вы стали уважать себя, а другие завидовать, что у вас такая сила воли и так далее. Этот метод позволит вам сбросить вес, вовремя вставать по утрам, совершать регулярные пробежки и так далее. В десятых, считайте свои достижения. Некоторые дети с детства нерешительные, поэтому родителям приходится подталкивать их к какому-либо действию. Например, прыгнуть в бассейн, записаться на секцию, пойти на вечеринку и так далее. И в голове у ребенка возникает мысль, что его нужно всегда подталкивать, чтобы он решился на какой-нибудь риск, так как ему самому не достает решительности. Таким образом, он всегда будет бояться сделать что-то сам и будет ждать, что кто-то ему скажет, что нужно сделать. Из-за этого он может впасть в прокрастинацию, а затем и в депрессию. Для начала начните отслеживать те действия, которые вы делаете сами. Это можно сделать с помощью наручного счетчика. Вы заметите, что таких дел не так уж и мало и с каждым разом они будут расти. Так вы поймете, что сами контролируете собственную жизнь. В одиннадцатых, проверяйте свои «не могу». Если вы говорите себе эти слова каждый день, то скоро они станут вашей обыденностью. Поэтому постарайтесь осмыслить то, почему вы не можете что-то начать делать. Составьте список негативных последствий, с которыми вы можете столкнуться, если пойдете на риск и действительно проиграете. А затем запишите, как вы можете эффективно с ними справиться. Пример вы можете видеть на экране. Глава шестая. Учитесь давать отпор критике. В этой главе вы узнаете, почему одних критика ранит, а другие сохраняют невозмутимость, сталкиваясь с самыми оскорбительными нападками. В первую очередь необходимо осознать, что вас огорчают не другие люди или их критические замечания, какими бы злобными и бессердечными они не были. Унизить вас может лишь один человек – это вы сами и никто другой. Когда другой человек критикует вас, в вашей голове автоматически запускаются негативные мысли, которые содержат в себе ошибки мышления, о которых мы уже говорили. Сперва научитесь распознавать негативные мысли, возникающие, когда вас критикуют. Воспользуйтесь техникой двух колонок. Короче говоря, если люди критикуют вас, замечания, которые они делают, могут быть верными или ошибочными. Если замечания ошибочны, по сути, у вас нет причины огорчаться, почему вы должны переживать, если кто-то другой совершает ошибку и говорит несправедливые слова. С другой стороны, даже если замечания высказаны по делу, у вас все равно нет причины чувствовать себя несостоятельным. От вас никто не ожидает, что вы будете безупречны. Просто признайте свою ошибку и предпримите необходимые шаги для ее исправления. Поэтому не бойтесь критики, а работайте с ней. Суть в том, что только ваши мысли могут вывести вас из равновесия, и если вы научитесь думать более реалистично, то будете чувствовать себя менее расстроенными. Существует несколько словесных техник, которые вы можете использовать, чтобы ответить человеку, который на вас нападает. Шаг первый – эмпатия. То, что говорит человек, может быть верным, ошибочным или чем-то средним. Сперва задайте человеку несколько конкретных вопросов, чтобы выяснить, что именно он или она имеет в виду. Всегда просите больше конкретной информации. Попытайтесь посмотреть на мир глазами критикующего. Если человек навешивает на вас ярлыки, попросите его или ее быть конкретнее и указать, что именно ему или ей вас не нравится. Так вы перейдете от взаимодействия, защита и нападения к сотрудничеству и взаимному уважению. Углубляясь в критику, вы выясните конкретные проблемы, с которыми затем сможете разобраться. Даже если вы чувствуете, что критика абсолютно несправедлива, отвечайте с эмпатией, задавая конкретные вопросы. Так вы позволяете собеседнику высказаться и дать понять, что вы можете посмотреть на ситуацию его глазами. Это помогает снять напряжение, злость и враждебность. Например, вы можете спросить, почему человек назвал вас подлецом, как вы обидели этого человека, что вы сделали, когда вы это сделали, как часто вы это делали, что еще этому человеку не нравится вас и так далее. Шаг второй. Разоружение оппонента. Вне зависимости от того, прав ваш критик или нет, вначале найдите способ согласиться с ним или с ней. Давайте предположим, что критик изначально прав. Вы можете сказать, «Ты абсолютно права. В последнее время я что-то обленился, и мне ничего не хотелось делать. Я даже отказывал друзьям, когда они просили меня помочь им. Но я не хотел тебя или друзей как-то обидеть. Просто у меня было состояние апатии. И да, я действительно не уделял тебе и твоим чувствам достаточного внимания. Но ты должна помнить, что я не всегда могу увидеть изменения в твоем состоянии, и я не могу читать твои мысли. Поэтому ты можешь сама подойти и рассказать, какие чувства тебя мучают». Если критика необоснована и несправедлива, вы можете согласиться не с тем, что человек говорит, а с критикой в принципе. Или найти некое зерно правды в сказанном и согласиться с этим. Или признать, что вы понимаете, насколько человека огорчает его восприятие ситуации. Когда вы не отражаете нападки, а соглашаетесь с собеседником хоть в чем-то, он начинает успокаиваться и оказывается безоруженным. Попробуйте потренироваться с другом, чтобы когда вы столкнетесь с подобной ситуацией в реальной жизни, вы были готовы. Вы наверняка захотите защищаться, когда вас несправедливо обвиняют. Это огромная ошибка. Поддавшись этому желанию, вы обнаружите, что интенсивность нападок оппонента увеличится. И наоборот, когда вы отвечаете с эмпатией, человек чувствует, что вы слушаете его и уважаете. Шаг третий. Обратная связь и переговоры. После предыдущих двух шагов, вы можете выразить свою точку зрения по возможности объективно, признавая вероятность того, что неправы. Сведите конфликт к фактам, вместо того, чтобы основывать его на ущемленной гордости или переходить на личности. Избегайте навешивания ярлыков. Помните, ошибки не делают вашего оппонента глупым, никчемным или неполноценным. Например, если на вас несправедливо накинулись, частично согласитесь с человеком, а затем оперируйте фактами. При этом позвольте человеку сохранить лицо и не угрожайте его самооценке. Человек выразит облегчение от того, что вы признаете возможность своей ошибки. А то, что вы не стали критиковать его в ответ, улучшит его отношение к вам. Если ваш оппонент продолжает припираться с вами, снова и снова повторяя один и тот же аргумент, вы можете продолжать отстаивать свою точку зрения вежливо, но решительно, пока собеседник не утомится. Вы можете подумать, почему вы должны проявлять эмпатию к человеку и сглаживать углы, если он не прав. Почему не вспылить в ответ и не оставить в дураках этого человека? Да, в результате сиюминутной вспышки гнева вы можете почувствовать себя хорошо, но в долгосрочной перспективе вы можете навредить себе, сжигая мосты, так и не узнав, что оппонент пытался донести. Или вы затем можете начать корить себя за то, что не сдержались. Существует техника общения с теми, кто любит перебивать или задавать слишком много вопросов. Во-первых, немедленно поблагодарите человека за замечания. Во-вторых, признайте, что поднятые вопросы в самом деле важны. В-третьих, сделайте акцент на том, что необходимо получить дополнительные данные по озвученным вопросам и поощрить оппонента провести целенаправленное научное исследование по данной теме. Обычно после этого такой человек сразу замолкает и становится самым благодарным слушателем. На этом данная часть подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!